Программа игрового уикенда Александр Гудер в воротах у Минского Динамо, у него номер 30, Олег Веретило 20, в сравнении с последним пунктом в составе Чугоза и Удоджи номер 15, Игорь Стасевич под 22 номером с капитанской повязкой на левом фланге, Удоджи на правом И Эрнан Кибереда под 21 появился из Могилева Наверное, стоит задаться вопросом, кто же сегодня фаворит Естественно, это Минская Динамо, которая очень здорово играет и в этом чемпионате, и в последних турах Хотя первыми ударами наносят Гамиль Знакомая Между тем у нас седьмая минута, Игорь Стасевич устанавливает мяч на угловой и делает подачу на дальний угол Там никого из партнеров нет, хотя на подборе здорово работает Андрей Залеский из Бароны Небольшой прессинг исполнения мяча, он приносит успех, это Игорь Стасевич Ночь будет бить сам за пределы штрафной, очень опасно Работали в центре поля, Андрей Залеский останавливается, нужно сделать передачу на Фигереда Рядом Игорь Стасевич, Фигеред берет игру на себя, отдает передачу на Залевскому Прострел под удар, может быть опасно В главную команду страны Игорь Стасевич Убирает под себя, идет дальше, слева бить ему не очень удобно Но, второй Игорь Стасевич Подача и Сергей Политевич Выпрыгнул, сам идет И проходит, самое интересное, передача на Адамовича, можно бить поворотом, но До конца таких реальных пока мы, наверное, не видели И вот Доджи бьет издали, мяч попадает в руки Андрею Климову Передача у Доджи, Адамович сразу же включается в этот эпизод И мяч получает, но Андрей Климович здорово действует на выходе, добивание Можно делать кросс Вновь Адамович Такой заброс, мяч летит над Перекладиной, добивание и 1-0 На 34-й минуте, Минская Динамка Отличных взаимоотношений, Эрнана Фигереда и футбольного клуба Гобель Но Еще раз смотрим, Олег Веретила делает прострел Нина Тадамович очень здорово мяч обработал Забросил его, по сути, в дальний угол вратарской Видя, что Андрей Климович вышел на ближний штанг Грун быстрее избавляться, а предложений не так много И в итоге Минские Динамцы сразу же бегут в атаку После этих 5 минут после перерыва Это Игорь Стасевич, перевод на Удоджи Подхватывает мяч Залезки Отдает дальше на Игоря Воронкова Удар с левой ноги, мяч 2 плюс 2, такая статистика у Артема Быкова 14 матчах, это его 15 поединок Удар поворотом Не очень много мельчан там Подача на ближнюю штангу Удар поворотом Мечи в свои ворот Разыграли угловой на правом фланге Игорь Стасевич вот теперь только делает передачу Удар поворотом И, возможно, Гумель таким образом сможет отыграться Подача хорошая, но Дальше Александр Гуд Геннадий Близнюк так долго сканализировал о том, что стоит ему отдать передачу Но в итоге встретился, отыгрался с Бодаяном И удар поворотом Гутер в ближнем углу От Адамович Вот с него Гаврилой Сердюк Как здорово Адамович прорывается и бьет Это Игорь Стасевич Его прострел, который нужно было замыкать Центр, разбегаются его партнеры по флангам И Стасевич сам решается на удар Пока вопрос открытый Так что, может быть, это другой Какой момент и удар выше перекладки Единственного мяча, который мы увидели в этой встрече В рамках 16-го тура чемпионата Беларуси Минская Динамо атакует Неплохо удар Мяч в руку И Стасевич навешивает Помешали, судя по всему, друг другу Опять же, это и Александр Боченок Это все созидатели по белорусским меркам очень качественные Артем Быков И вновь у Доджи И сам идет по самой лицевой Делает передачу Если есть, то мяч полетел Не по назначению Еще одна атака Минского Динамо Это уже удар И Андрей Климович Слева Стасевич Получает мяч Входит в штрафную Опять же, убирает под левую ногу Делает непрострелку И справа включается Евгений Савастьянов Мяч получает Делает подачу в штрафную Которую нужно было замыкнуть Ну, слышатся уже крики о том, что время заканчивается Ну, а Минская Динамо проводит этот матч Хотел его уже, да, наверное, даже поддержать Ну что ж, 1-0 победа Минского Динамо И Майкал 28 В общем, отрыв очень-очень приличный В результате для команды футбольного клуба Гомель Можно разговаривать, глядя вот на... Субтитры создавал DimaTorzok